доброго дня как вы видите находимся у станции метро маяковская то бишь мы на невском проспекте сегодня попробуем погулять по невскому но не совсем стандартно скажем так постараюсь показать не парадный невский прогулка по невскому но не по невскому как бы вот такой вот у нас код шредингера собственно что я имею ввиду под непарадным это дворы дворы невского проспекта постараюсь показать контраст невского сейчас как мы видим слышим очень уже днем оживленный трафик очень шумно сильно не заведую не завидую тем людям кто живет на невскому у кого окна выходят прямиком на невске собственно будем искать контрасты а первым делом пойдем на улицу марата не зайдем на невский стыла прямо там у нас по курсу площадь восстания бывшая знаменская бывшая знаменская площадь соответственно и улица восстания называлась знаменской а вот чтобы мы понимали время у нас сейчас 2 35 народ туда-сюда так мы на улице марата классические традиционные доходные дома когда-то доходные сейчас кому-то опять же наверное будет это первым контрастом не сильным но все же слева и справа как уровень отделки обделки еще правее домик насколько помпезно могли декорировать а могли нет собственно вот мы расходим к первому нашему перекрестку сейчас здесь торговый дом торговый центр когда-то здесь ранее не так давно были бани бани построенные еще в советское время а до этого был храм который традиционно в советской власти был снесен как бы не тут ничего нового вот мы идем к этому домику с башенькой красивейшая история с такой арочкой тройская школа и книжный склад общества распространения религиозно-нарвственного просвещения собственно знакомьтесь так а мы нырнем в проходной дворик надеюсь это будет проходной мы куда-нибудь пройдем красота нет здесь мы не нырнем здесь хотель кто-то хотел каких-то хахахахахахаха тут у нас выбор или налево или направо замечательный светлый двор-колодец достаточно большой с сохранившимися и уже переделанные в гараже бывшими конюшнями может не просто конечно может для телег карет вот там что у нас и за у нас тупичок но тем не менее идем дальше вот сюда здесь точно у нас будет проходной проходные дворы великолепие напоминаю что в нескольких десятков метров у нас Невский так здесь у нас развилка можем пойти сюда направо а могли бы налево в принципе что наверное и сделаем хотя нам ничего не мешает пройти прямо но мы сюда метнемся как забавно вроде плакучий а вроде и нет и вот мы приближаемся к Невскому уже начинает возрастать уровень шума но казалось бы несколько метров назад была еще тишина итак тем кто заблудился напоминаю у нас площадь восстания справа повернули налево здесь направлении дворцовой площади впереди у нас большие флаги здесь гостиница кстати попробую метнуться в нее не знаю отпустят нас или нет но хотелось бы вам показать интересную вещь интересную историю вот отель гостиница вход ну и собственно здесь центральный вход получается спасибо есть проходные дворы а есть получается проходные гостиницы собственно что мы сейчас и попробуем сделать пройдем ее насквозь такое замечательное лобби напоминаю что мы в историческом центре такое хотел лифт здравствуйте движемся дальше мы подошли к выходу собственно мы эту гостиницу как я сказал здесь уже консьержа не было метро 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 и вот мы снова выскочили на параллельную улицу Невскому а я не сказал стременная у нас отель продолжается перебежим в стременную и попробуем кстати вот этот двор тоже можно насквозь туда на Невске попасть а я хочу вот в этот дворик попробовать зайти очень классный заросший виноградом надеюсь он открыт о да бинго как красивенько тут собственно здесь то что мы имеем еще не перестроенные двухэтажные такие флигелечки вот красота и хочу вам показать так называемые уголки счастья что ли или закоулки счастья с которыми живут петербургцы и считают себя счастливыми не в обиду будет сказано конечно но я имел ввиду вот эти штуки дрюки такие вот замечательные тупичковые вещи где у людей выходят вроде бы окна но они выходят прямо в стену в трубу или в какие-то другие технические штуколянцы а здесь еще одна отличительная особенность Петербурга да и ладно мы в Питере Петербурга это брендмауры вот такие стены собственно все делалось в угоду пожарной безопасности уникальность всего в том что здесь нет ни одной ни одного окна сейчас в современном мире современности в быту любят это все дело прорубать окна вот этот же брендмаур еще остался таким можно сказать девственным так выходим на стремлении так и собственно попадаем на Владимирский проспект который пересекает Невский к нему сейчас вернемся на Невский обратно Владимирский проспект у нас собственно что за слово поразит в той части у нас Литейный он плавно перетекает во Владимирский а Владимирский плавно перетекает в Загородный мы к Невскому бежим к интересному месту опять же интересно чем в прогулке по историческому району пески я вам упоминал от чего или какого события могло образоваться наше всем известное слово слоняться там же я говорил про мытарствовать неправильно сейчас это понимается понимается или что раньше этого слова было другое значение здесь же как раз вот мы подходим и на углу Невского и Владимирского проспекта как раз вот по правую руку сейчас опять очередная гостиница но тогда была биржа труда биржа труда и собственно для кого для мещан для простого людо достаточно бедного вот собственно здесь они искали вернусь искали себе работу вот так как с гигиеной у них было не совсем все хорошо замечательно в волосах имелась живность всякая но так как нашли работу но на работу нельзя выходить с животными собственно здесь так же располагалась масса цирюлин где их стригли ну и вот они здесь сначала отшивались а потом шли на работу вот и все все замечательно а через дорогу у нас как раз ресторан исторический можно сказать Палкин какое-то время вот этот как раз над Невским проспектом балкончик такой над всей части Невского это одна из летних террас Палкина собственно ресторан еще дореволюционный в советское время может меня конечно поправить но он не работал но не так давно его воскресили и привели в жизнь и теперь понты понты так а мы двигаемся чуть-чуть правее но мы все еще на Невском идем уже в сторону Ростания по другой стороне Невского и сейчас будем искать памятные таблички на зданиях которые нам о многом могут сказать не только о том здесь здесь когда-то жил или какой-то из вечеров заседал Ленин но и поинтереснее вещи а именно вот у нас уже впереди с этими колоннами можно сказать и на особняк уже не тянет а переплевывает дворец дворец сейчас посмотрим чем дом Юсуповой очень плохо видно чем примечателен вообще про Юсуповых можно наверное долго и много говорить расскажу просто есть всем известен Юсуповский дворец на Садовой с Юсуповским парком и масса других Юсуповских дворцов семейство было не бедное очень очень богатое приближенное к Романовым и собственно здесь с 1869 по 80 год располагался английский клуб в конце 19 20 веков концертном зале клуба проходили литературные вечера с участием Некрасова Толстого Султакова Щедрина Достоевского концерт Рубинштейна жили композиторы Балакирев к нему в гости приходили Мусоргский Римский Корсаков Бородин собственно чего я хотел сказать про английский клуб а пока мы как раз в эту замечательную арку ныряем возможно еще тут грязные вещи из дерева той поры английский клуб вещь такая сама в себе интересная опять же понты того времени и чтобы туда попасть в этот клуб стать членом этого клуба надо иметь много денежков очень хорошую репутацию ну а клуб то не просто собирали стихи читали а по большому счету джентльменские в том числе джентльменское развлечение игра в карты на деньги собственно иметь кредитную историю ну как кредитную отдавать долги вовремя карточные вот собственно красота собственно английский клуб еще не каждый мог попасть но попав туда это ж прямо боже боже итак мы свернулись с Невского и идем сейчас параллельно нему и вот заметьте какая здесь тишина когда я о ней говорю но мы в пяти шагах от Невского и с одной стороны прикол жить а упомяну вот это тыльная часть дворца дома Юсуповой сейчас там какое-то медицинское учреждение собственно поэтому здесь все окошки вот этим стеклом толстыми квадратиками заложены вот а здесь такой во дворе зеленый дворик тоже особнячком классным тихим вот здесь бы наверное можно было бы хотеть жить в центре на Невском но не в тех домах которые непосредственно прилегают к Невскому так здесь что очередные арочки в которые мы будем ходить облагораживают при желании можно в подвал исползать так давайте туда пойдем напоминаю что мы гуляем по парадно непарадному Петербургу какие-то художества класс смотрим смотрим и в каких условиях живут петербуржцы забавная клумба посреди бетонных плит кстати интересная интересная вещь здесь справа в арке вот эти булыжники собственно так по большому счету и булыжные мостовые того времени выглядели тут я не знаю остатки или это воссоздано потому что с правой стороны уже все плиткой заложено слева пока что и вот дом к дому понимаете дом к дому а нам тут с какой стороны и не пройти что я вижу что не пройти так что что так стали это замечательно ладно пойдем другим путем но конечно наглости этим господам не занимать нас так просто не остановить хоба да дом выглядит конечно как новодел но по-моему по-моему это не новодел это отреставрированный конечно наверняка с привнесенными элементами под старину прям по курсу арка и мы могли бы выйти на неске но мы туда не пойдем так нам вот та машина которая приглядела путь как раз вот стоит справа белая кабина торчит а мы должны были выйти прямиком сюда прямиком к арке на Невске но опять сюда на Невске не пойдем подойдем сюда опять же посмотрим на вот эти вот закутки замечательные даже балконы сделали чудеса вот и обратно пойдем дворами параллельно Невскому оп стопы кулибины нашего времени простой лесопед движитель и вперед то есть такой старовер зачем нам электричество мы на двигателе внутреннее сгорание вот кстати про Брендмауэр опять же там была чистая стена без включений а на этой уже у нас видим прорубленные окошки также здесь вот булыжники оставлены воссозданы это башенка труба от бомбоубежища который сейчас есть под домами клуба вот так с двора во двор ныряешь и прям не ожидаешь увидеть таких изменений то есть вот каких-то темных грязных узких дворов и вот таких великолепий наверно по уровню шума становится понятно что мы приближаемся к какой-то оживленной улице а там у нас опять же Невский ха-ха опять на него не будем выходить мы продолжим свой путь по дворам еще вот великолепия природы такое пограничье осень и зимы классно бабака кстати в питерском дворе можно найти кусочек кремля московского так воплям детей тут нужно понять что школа скорее сего так очередная арка мы попадаем на улицу Маяковского оба там справа у нас Невский остается здесь улица Маяковского так покажу одну вещь кому-то может быть будет интересно когда-то улица называлась шестилавочная но когда еще это все отсылки к дореволюционной России на этом месте наверное по велению Марии Федоровны был оформлен был сделан летний сад по счету по-моему это был третий летний сад в Петербурге напоминаю кто такая Мария Федоровна это супруга Павла Первого вот здесь справа вот это за деревьями здания это родильный дом тепереча в народе снегиревка примечательно тем что в этом родильном доме как ни странно народился мальчик мальчика назвали Володей Володей новопапа была фамилия Путин ну и у мальчик соответственно ну ладно это так мы обратно к Невскому вот здесь так на зебру не будем нарушить пойдем по зебре не забывая попутно заглядывать на архитектурные шедевры на попусту дома и так вот такая замечательная ухоженная чистая улочка восстание восстание Маяковского и сейчас опять же про контрасты там в 50 метрах справа у нас несколько здесь у нас памятник как я его называю памятник дырки но так то он называется природа и человек а почему памятник дырки ну потому что вот в камне дырка и все весь сакральный смысл так мы заглянем во дворик некоторые меня ругают что типа зачем ты показываешь какие-то неприглядные вещи но я же их не создаю я их в принципе специально тоже не выискиваю но они есть они же рядом страна должна узнать своих героев вот кстати можно тут во дворик так замечательно сходить наверное но вот вот это башня хопачки не башня господи это труба кочегарки хотелось бы сказать об отсылке к другой башне у которой есть башни да ну ее называют башней грифонов что у аптеки пеля на васильском острове к которой сейчас не попасть ибо жильцы дома закрыли к ней подход но почему бы тогда из этой трубы не сделать новую башню и придать ей какое-нибудь сакральное значение и приходить сюда поклоняться и разрисовывать а это как раз тыльная задняя часть снегиревки вот этой родильного дома ну сами все видели как оно и в каком состоянии находится и чтобы на секундочку это мы 5 минут не отошли от Невского и оно вот такое опять же я не хочу сказать что посмотрите как все плохо неплохо оно просто так есть а уже каждый делает свои выводы нравится ему это или нет мне такие контрасты нравятся так здесь мы чуть-чуть пока погодим там есть интересное местечко но мы нет мы нет а мы не здесь или здесь а давайте здесь да шмыгнем нет не шмыгнем собственно тут можно тоже завернуть для тех кто хотел бы но не сегодня мы пойдем чуть-чуть подальше здесь начинается целая скажем так группа дворов проходных в которой можно с Невского свернуть и попасть сюда так мы сейчас лавируем лавируем и должны выловировать к муралу если его не закрасили хоба так храним интригу ну вот та самая стена с Цоем my food is good привет ребятам еще такой бор левчик случился ну питерские власти конечно любят закрашивать такие вещи но слава богу этот еще на месте эти краски осени конечно так ну вот все таки удовлетворю свой порыв и мы метнемся во дворы еще тут как бы выйти так я же где-то видел да строение на ботелоска все карты путает такое вот расстояние между зданиями зданиями Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Скажем так... Глотнуть воздуха... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ныряем в следующую арку, в следующий двор. Вот все-таки напишите в комментариях, кто бы хотел жить на Невском и почему. Самое главное, какие ваши три критерия, почему бы вы хотели жить на Невском. Обсудили бы. Вот флегелёчек остался. В принципе, в садике школы есть, ну, тут сейчас школа. Вот эти вот замечательные мансардные этажи, как вот если видели ролик, где мы гуляем по Елагину острову, там из бывшей оранжереи было сделано как раз по такому типу. Один из корпусов, в котором размещались наследники трона, в том числе, пока были мелкие. Да, попетлять тут можно, это интересно. Так, ну, собственно, по этому дворику можно щуп и оказаться. А, в принципе, наверное, что и сделаем. Что и сделаем. Окажемся обратно или опять на Невском. Так, здесь что? Скупочка. Привет. Привет барахольщикам. Суделки. Привет. 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 Выходит так, что мы гуляем и ходим по проходным дворам Невского в части, а именно от площади Восстания до Владимирского-Литейных Проспектов. Только этот кусочек, в принципе, чем больше будет лайков у этого видео, если вы еще и подпишитесь, это, собственно, меня замотивирует. Я обязательно или по Старому Невскому, так же в дворы пойдусь, или мы ближе к Дворцовой площади, в ту часть метнемся. Так, мы выскочили напротив Пушкинской улицы. Там у нас по середке стоит памятник Пушкину. Спокойная, тихая, отчасти даже зеленая улочка. Такие замечательные двухэтажные туристические автобусы. Ну, а мы уже почти у площади Восстания. За сим, наверное, буду прощаться. А то и так мы без малого уже 50 минут нагуляли. Еще раз прошу, пожалуйста, подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео. Поставьте лайк этому видео. Я таким образом пойму, что вам понравилось. Собственно, какую-нибудь активность проявите. А сегодня был конец октября. Это если кому-то интересно, как Петербург в конце октября выглядит. Ну и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok